Слишком юный, для него это все игра, он живет играя, он играет. Мне кажется, что он совершенно ветреный человек. Давайте обсудим под финалем. Это под всех ребят. Я думаю, что парни волнуются. Возможно, волнуются те, у которых не получился со мной сегодня разговор. Кто-то кого-то прервал, или кто-то хотел больше сказать, но не выскался. Мне хотелось бы услышать немножко по каждому. По каким ребятам у вас больше всего сомнений? Сомнения у меня по мальчику-барабанщику. Балайдин. Подержим. Меня очень смутило то, что он участвовал еще в шоу. Мне показался он самовлюбленным. Звездная болезнь была у тебя, да? Очень короткая, юношеская такая. Маленькая, юношеская. Пока что, сколько я его вижу, таким он мне и кажется. Не знаю. Однозначно по мальчику, который подарил кольцо, когда Андрей вышел. Привет. Это мои друзья, это Андрей. Я точно скажу, что я не буду общаться с этим человеком, из-за которого я вышел. Давай пожмем руки просто. Прости, ясно. То есть, а что Ботя не сказал, ты не примешь его. Вообще, я не хочу с ним общаться. То есть, я могу принять его извинения, да, но я не хочу с ним общаться больше. Я тебя услышала. Андрея возмутило, что, как это так, мужчина мужчине делает такой... Для него это неуважительный жест. И он считает, что я должна делать вывод, как бы, тоже для себя поставить пунктик. Но мне нужно делать скидку на то, что все-таки мы все переживаем пока еще. У меня еще вопрос насчет непонятки. Для меня это Вова. Просто брак продавился полтора дня. А-а-а. Я узнал, что она беременна. За несколько недель до свадьбы мне сказала она, что нужно сделать аборт. Но беременность, аборт, это все, ну, было вранье. Он был для меня таким положительным персонажем. А после того, как мы поговорили об этой ситуации... У меня они очень двоякие чувства, я даже не знаю. То ли он не до конца откровенен просто, кто-то темнит. Ну, как-то мне очень непонятно было этот момент, он меня оттолкнул. Спасибо, что отмучились сегодня вместе со мной. Все отлично. Блин, я надеюсь, что вы меня не бросите. Нет, я с тобой, блин, не переживаю. Все, я тогда в размышлениях погряжу. Все, окей. Подумай, прими верные решения, окей? Все же таки она мало знает ребят. Она колебалась, но я думаю, что ее сердце и разум помогут ей. Чтобы это был ее мужчина, с которым они будут жить долго и счастливо. Как в сказке. А себе скажу, что я не волнуюсь, потому что было достаточно времени, чтобы взять хотя бы какие-то выводы для себя. Сейчас я сделаю холодный выбор. Парни, welcome. Сегодня был тяжелый день. И я думаю, что для многих из вас не последний. Алина сделала свой выбор. Но я хочу сейчас узнать у каждого из вас. Вы волнуетесь? Да. Безусловно. Да. Да. Безусловно, каждый волнуется. Волнение. Снова стоять на линии огня и получить тыкву. Я уже через себя это пропустил. Мне кажется, второй раз я уже приму это спокойно. Я хвилювался за каждого. Честно скажу, дуже хвилювался. Навіть за себя взагалі не думал. Думал в последнюю чергу, чомусь не хвилювался за себя. Совсем тоже переживал за ним. Я? Нет эмоций. Нет эмоций. Просто отбили в детстве. Не я точно. Понятно, что я не уйду. Как можно выгнать конфетку? Ага. Я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Ну, она классная. Я не волнуюсь уже. Мне стало намного легче. Потому что была возможность пообщаться почти с каждым. Я думаю, что многие из вас поняли, что я очень открытый человек, честный. И я стараюсь такой быть со всеми. И в свою очередь жду к себе такого же отношения. Есть люди, которые, мне кажется, скоро покинут этот проект. Это клоуны разного толка. Скоморохи. Тут их предостаточно. Я прошу выйти ко мне в группу... Мужиков. Мужиков. Потому что он такой грубый, типа, Вася, типа... Мне все равно, кто получит их. И уедет домой. Я и другой человек. И от этого никто не застрахован. Он смотрит на меня с тыквой в руках стоит. И я понимаю, не, 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 солнышко. Не смотри в мою сторону, я тебя прошу, потому что вот я сейчас убуду и все. Есть опасения. Страшно очень, очень. Ну, потому что я сегодня... Мне почему-то кажется, что я сегодня много накосячил. Вот. В общем, сегодня была непонятная ситуация, которая мне, ну, достаточно потрепала нервы. Слышишь, мать, ты рассказывай, блядь. Я тебе объясняю. Эй, ты чё? Чёрт! Кого, сука? Ты кому лещат дал? Ну, никто к этому не был готов. И я тоже. И я очень реагирую на подобные моменты. И мне кажется, они могут повторяться. Они могут повторяться? Нет. В жизни всё может быть. Абсолютно всё. Зачем лукавить, зачем врать? Абсолютно всё может быть. То есть ты не исключаешь? Я... Да ничего в жизни нельзя исключать. Ну, как так можно? Всё может быть. Не всё. В моей жизни не всё. Согласен. Каждый делает свой правильный шаг, свой выбор. Я просто не хочу врать и там обещать чего-то. Зачем? Всё должно быть по-честному. Ну, вот ты как легко пришёл. Ну, так я не хочу грузить никого. Так легко и уходишь. Потому что, честно, я загрузилась сегодня. И мне было очень некомфортно. И я понимаю, что, возможно, я делаю ошибку. Прости. Да, на здоровье. Можно, да? А можно с ребятами попрощаться? Можно? Давай. Два слова. Фото на память? Да. Почти. Ты что, знал? Нет, ну, ребята знают. Я иногда так... Чтобы не растерять мосты. А почему я не знаю? Ара, я тебе благодарен. Сам прекрасно знаешь, рулят евреи и армяне. Арсенчик, тебе благодарю за философию и уверенность твою. Свят, тебе благодарен. С такими, как ты, Украина повалила. Шепель, тебя благодарю. Желаю в ближайшее Бентли в строю. Сано, тебе благодарен. Хорошей работы, а не тварь. Все, мои хорошие. Давай. Хорошо. Все спорить. Ай! Алечка, ну, красотка, всех благ тебе, берегись. Спасибо. Хорошо? Ну, мой хороший. Алечка, как я люблю. Сказать, ты зачинщик? Ну, нет. Я более того, чем считаю, что это неправильно. Убирать людей после конфликта. У человека всегда должен быть второй, третий, четвертый шанс. А у кого-то вообще безлимит. У меня стопудово безлимит по жизни. Я могу такое чудить. Потом думаю, Свят, ну, что ж ты чудишь? Прекращай. Но, тем не менее, еще раз могу так сделать. Еще раз. Ну, хороший он. Виталик! Обнимашечки! Я просто возмущена, почему всем есть стихия, а для меня нет. Алечка, ну, все же спереди. Что? Все впереди, говорит. Иди-ка обратно сюда, потому что я возмущена, что нет для меня строк, и, по-моему... А можно я это оставлю? Ходить неприятно. Стыквы? Оставь. Ну, это. Оставим все в прошлом. Хорошо. Как оно возвращаться? Да, как? Возвращаться плохая премия. Серьезно? Ну, да. В зеркало посмотрите. Мужики в зеркало не смотрятся. Так я тебя не к себе возвращаю, я тебя в проект возвращаю. Потому что я, наверное, что-то не услышала или не поняла. И это сейчас не задумано, честно. Я просто... Это полный экспромт. Я понял. Не вздумай. Да, брат. Вот я вот хотел, знаешь, сказать... Не вздумай, я сказал. Лучше уходить в самом начале, потому что самые лучшие уходят рано. Ну, заметила? Вообще, по жизни, по истории, лучшие уходят рано. Сумаешь, я останусь ни с чем? Нет. Ни в коем случае. Вот. Смотри. Смотри сюда. Ты красава, ты это мужчина. Я тебе серьезно говорю. Я тебе как мужчина говорю. Вот это мужчина. А кого ты посмотришь мне из всех? Просто я теряюсь немножко. Тебе посмотри. Каждый, каждый. Я о каждом сказал два слова. Ну, эта группка вообще меня волнует, поистине. Ты уходишь. Ну, если девушка сказала нет, значит... Это незадуманно. Сейчас это незадуманно. Я верю, Аля. Аля, если девушка сказала нет, ну ты шикарный. Ты шикарный. Слушай, у тебя взгляд. Я когда тебя ближе увидел, это... Знаешь? Когда вот... Есть у Есенина очень крутой стих. Не один. Не один. Ну, вот самый для меня такой. Любовь моя. Прости. Прости. Ничто не обошел я мимо. Но мне милее на пути, что для меня неповторимо. И повторим и ты, и я. Помрем. За нас придут другие. Но не такие уж они. Уж я не твой. Ты не моя. Ты все правильно делаешь. Я желаю тебе только всех благ и беречь свое время. Это самое важное в нашей жизни. Ты, умничка, давай обнимашечки, легеньки. Давай, ты только красавица. Да. Мужик. Удачи, ребят. Мужик. Я не скажу, что я плох. Я хорош по своему. Во мне полный фарш тех качеств, которые есть в каждой группе. Но в первую очередь у тебя мужчина. Женщина сказала, мужчина сделал. Мужчина сказал, мужчина сделал. Вот так и должно быть. Спасибо вам. И мне будет интересно дальше с командой мужиков. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо. Вы хотели стих? Вы не получили. Верно? Да. Можно? Конечно. Я о тебе мечтаю. Тебя увидеть я хочу. Во сне к тебе я прилетаю. Беру за руку, поднимаю. И мы летим на небеса. Где есть любовь, где чудеса. Все, кто там были, хотели там остаться. Аля, знай. Пора на землю возвращаться. Ведь все здесь есть любовь, и гнев, обман, и честь. Но только нужно постараться, чтобы жизнь прожить, любить и улыбаться. А мне не думай очень низко. А нас не думай очень низко. Ведь это стих, а не записка. Спасибо. Откуда это? Что ты прочитал? Это мое. Когда ты это написал? Сейчас. У меня нет слов. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Обращайтесь. Хорошо. Я позвоню. Воу, воу. Это заявка носка. Может, хватит уже? Пойдем. Они как не уйдут. Все, счастливенько. Ну, вынесла на мне мозг вообще яра. Серьезно. И я вот именно смотрю на нее. У меня вот начинают типать, пацаны, да успокойся, да успокойся. Я говорю, боишься, что вылетишь? Я говорю, нет, я боюсь, что я украду сейчас ее. Короче, вы останетесь тут одни и дальше. Хочу, короче, сделать предложение и на воде. Ты представляешь, плод такой, короче. Вот вы ее знаете, свадьбу, знаешь. И вот и проплыть, короче, в арку, ты знаешь, сделать арку на весну. И проплыть под нее, короче, и она сказала, да, и все. И нырнуть, короче. Вместе с ней. Ну что ж, я попрошу выйти вперед в группу романтиков. Много есть ребят тех, которые, ну, совершенно, я думаю, не подходят на роль будущего, может, парня Алины. Я, в принципе, достойно расцениваю свои силы. И мне есть, что показать, чем удивить, чем привлечь. Поэтому, ну, тыква обойдет меня мимо сегодня. На все воля Божья, да, и мы все, ну, как бы, путники, мы ищем. Конкуренция настолько большая, что просто, ну, как бы, начинаем теряться. Я кайфую сейчас. То есть, если было бы переживание, на самом деле, оно было бы заметно, как минимум. Нужно принимать. Вот и все. Станислав. Таня. Вы сегодня подарили мне куклу. Дети маленький подарочек приготовил. Там кукла Барби. Она еще и принцесса. Но я достаточно взрослая девочка. Попрошу вас подойти ближе. Это вам. Спасибо вам. Удачи вам. Ну, первое, что я хотел с нее сделать, это кашу. Арбузную с молочком, очень вкусненькую. Вот. Но сейчас, я думаю, что я ее пока оставлю на память. Она для меня будет неким символом честности и свободы. Сегодня мы вместе пели. Я разглядела такие большие амбиции. Вот и Кенны. Как у тебя так получается с улыбкой на лице? Мне это понравилось. Но мне показалось, что тебе не нужны отношения. Это действительно так? Нет. У меня были отношения, но вот... Но как-то что-то не так было. А последние отношения вообще печально закончились. Печальные? Ну, это была измена. Я надеюсь, не твоя. Не моя. Но тем не менее... У меня тяжело с французским. Сегодня мой выбор был на вас. Супер. Я рада, что с улыбкой. Мне очень приятно знакомиться. Пока. Я не проигравший. У меня другая как бы философия. Философия завоевателя, победителя. Романтика. Романтики, они уже победители. Потому что они в этой серости, в этом коварном, циничном мире, они способны любить. Дарить любовь, эмоции. Мне хочется попрощаться с вами, со всеми. Чтобы вы остались еще подольше и пообщались со мной. Да? Да. Обязательно. Интригантка. Я? Нет. Все, увидимся. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Ну, я злой. Да, я злой, я честный. Мне просто неприятно эта ситуация, потому что выгнали реально моих кентов. Ну, ни за что, ни про что. Хороших пацанов. Очень честных, открытых ребят. Мне очень... Мне нравились, потому что, ну, как-то странно, типа, знаешь, есть куча претендентов, кого можно выгнать без вопросов. Вот так. Я приглашаю к себе поближе группу уникума. Судача, ребят. Да, я впевнен в том, что она мне сегодня тыкву не даст. Что она даст мне шанс еще идти дальше. У меня вообще абсолютно все равно, кто уйдет сегодня, кто не уйдет. Даже если она мне даст по тыкве или в тыкву, или тыкву, то, как бы, я ничего не потеряю, потому что я не успел вообще с ней пообщаться. В этом интрига, значит, или для меня приготовлено что-то поинтереснее, или я на сходу, типа, нафига мне такой дебил. Одно из двух. Если она думает, что я дебил, то и правильно делает, что выгоняет. Ну, типа, значит, предвзято ко мне относится. Если оставила меня на сладкой, знаешь, типа, что-то интересное, ну, тоже правильно сделает. То есть я в любом случае выигрыш. Так мало вас осталось. А кто виноват? Ты испарила нас, понимаешь? Теперь команда уникумы, и реально становится все уникальней, потому что нас все меньше и меньше. Слушай, я не помню, что такое, что? А чем я мог быть доволен, скажи? Я целый день тебя ждал, я загорел, как трюгин. Как я не дождался свидания, понимаешь? Ну, я тоже буду теперь аттракцион девочка черная спина, поверь мне. У нас общая проблема, я тебе так скажу. Я просто тебя даже так близко не видел. Первый раз, когда я через забор к тебе полез, даже тебя защитила ведущая. Ой. О, боже, о, боже. Тихо, спокойно. 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 А что такое, что такое, молодой человек? Молодой человек. То есть я как бы не закончил начатое. А что хотел? А-а-а! Ну, видишь? Так, секундочку. Что? Еще я психанул нормально, вы видели? Я... Давайте разберемся. Я такая милая, добрая, добрая до времени. Ну, давай, покажи себя. Не сейчас. Объясни свой поступок. Ты хочешь меня поцеловать? Почему? Потому что хочется целоваться? Почему? Потому что хочется вызвать ревность парней? Или я вот такой вот резкий, прямой, я могу это сделать? Почему? Нет, я хотел просто обратить твое внимание на себя. И все, чтобы ты ее запомнил. Зачем? Ну, обрати мое внимание на себя. Я хочу узнать, что в штанах, и тогда мне будет веселее. Ты меня просто провоцируешь. Я не провоцирую, мне реально интересно. Каждой девушке интересно, что там, поверь. Тебе интересно, что у меня в штанах? Конечно. Ты думаешь меня поцеловать? Тебе интересно, что подплатье? Серьезно, не думай об этом. Не думай о чем? Для того, чтобы мне было интересно, что у тебя подплатье, мне как минимум нужно хотя бы понять, какая ты. Или пофантазировать еще можно? Я тебе просто сейчас объясню. Ты меня сейчас интересуешь просто как картинка, потому что я понятия не имею, какая ты, понимаешь? Я не могу понять, почему я за тебя должен бороться, потому что я не знаю, достойно ли ты вообще меня, понимаешь? Потому что мы с тобой даже не пообщались. Справедливо, я согласна. Вот, почему я сейчас не на твоем месте, а ты не здесь, понимаешь? Могло бы быть так. Хочешь поменяться? Нет, я просто тебе... Тебе не понравится, тут не очень прикольно. Я понимаю, но я просто тебе говорю, что могло бы быть все, например, иначе. Могло. Я хочу понимать, с кем я просто имею сейчас диалог. Хорошо, давай сделаем так. У тебя будет возможность с моим пообщаться по времени больше, чем у кого-либо из ребят сегодня. Идет? Меня так, Малеха, это взбесило, если честно, то, что она-то это сказала. Я тебе, знаешь, сделаю одолжение, побуду с тобой чуть дольше. Слушай, понимаешь, мне было бы достаточно даже пяти минут. А мне нет. Тебя понять. А мне недостаточно пяти минут. Почему? Ну, потому что мне недостаточно будет пяти минут разобраться с тобой. Ну, ты со мной собрался разбираться. По-конкретному. Нокаутируйся. Ну, как бы, как можно понять человека, вот так быстро или не понять, например, его? Слушай, буквально на днях моя подруга вышла замуж. Парень ей сделал предложение на 16-й день знакомства. Интима не было. На 16-й день знакомства. Ну, нормально. Нормально. С чего ты взяла, что для меня важна там физическая близость? А с чего ты взяла, что со мной может так обращаться? Ты меня не знаешь. И? А как я могу с тобой обращаться иначе? Потому что я тебе не знаю. Так надо делать... Я провоцирую, ну, не провоцирую, я импровизирую, вот. Ах, это была импровизация, ребят. А что еще было? Ты мне говоришь, ну, давай снимай штаны. Но я могу снять штаны, зачем тебе это? А зачем тебе целоваться? Хорошо, ты целуешь меня, снимай штаны. А давайте поцелую со спущенными штанами. А давайте все спустим штаны, ребят. Вообще будешь зашибись. Так. Давай, ближе к делу, а то комары уже. Ой, я не могу. Нет, а я, типа, тыквы давай уже, раздавай кому-то. Я не знаю, я лично для себя еще больше впал в заблуждение. Потому что, с одной стороны, она показалась мне открытой, но при этом она может быть вполне самовлюбленной и открыта до определенной поры. То есть, всегда есть где-то дальше стена. Я не могу понять вообще, почему, что ты делаешь на этом шоу. А почему ты здесь? Вот так получилось. Так и у меня так получилось. Ну, понимаешь, ну, не скажи, конечно. А что, так вышло? Я серьезно, ребят, я приняла решение за сутки. Я думаю, я приду, как эта барышня будет выбирать незнакомых личностей и вслепую, там, как она за один день может что-то понять. Ты уже нескольких человек выгнала. И все. А давайте все останемся и будем веселиться. Ай, ребят, заскучали, да? Ну, такое. Почему он такой грустный? Не, все нормально, я просто слегка переживаю. А почему? Ну, скажем так, из того времени, что нам было уделено, да, я не успел задать там свои какие-то главные вопросы, да, и не успел найти, ну, не подходят к тебе, ну, и то есть, и как-то, не знаю. Ну, задай мне вопрос сейчас, какой тебе интересен. Хорошо. Что тебя сподвинуло все-таки сделать это все? Вопрос состоит в том, что почему я здесь на проекте? Да. Ты что, шутишь? Ты только что повторил мой вопрос. Чувак, останьте меня, пожалуйста. Ты весь, ты целый день, ты его берешь и повторяешь, и будешь вот. Это правда, Валера? Ладно, не, извините, я, честно, я не хотел там, знаешь, при тебе там его как-то унизить, но просто, ну, это уже была последняя капля. Ты его не унижаешь, почему? Он может себя отстоять, правильно? Я, да, ну, я просто не регеронские вещи. Отстоять себя можешь? Да. И я могу себя отстоять. Ты знаешь, ты намного увереннее себя чувствуешь в каких-то обертках. Вот когда был в шубе, ты такой был, знаешь, немножко наглый, такой раскованный. Сейчас ты стоишь зажат, и не думаю, что причина только в волнении, просто тебе некомфортно. Возможно, некомфортно здесь быть, возможно, что-то еще. Мне здесь вполне уютно. Уютно? Да. Но я все равно не увидела серьезности и какого-то большего интереса все-таки ко мне как к личности. Тебе просто, вот действительно, тебе тут уютно. Тебе уютно со всеми нами, прикольная атмосфера, странная, и хочется в этом повариться немножко. Тут ты не права чуть-чуть. Пусть я буду не права. Валера. А, вот так вот, да? Я просто хотела пожать. Мне ты понравился. Ты хороший парень, правда. И у тебя очень много положительных качеств, но просто, ну, действительно, ты не мой человек. Ты же это сам понимаешь. Ну, не знаю, но просто не успели пообщаться и узнать друг друга получше. Наверное, как-то так. Возможно, но, блин, планета такая маленькая. Еще в среднем сегодня. В баскет сыграем? Конечно. Ну все, принимай пас. Если бы она знала меня получше и узнала бы, какой я на самом деле человек, то, я думаю, я бы выиграл это шоу. Все случается. Но так мы по всем задних. Вот, и отправляемся домой. Спасибо, ребята. И тебе спасибо. Ты тоже добрая и красивая девчонка. Спасибо. О, боже. Я хочу пригласить к себе поближе группу красавчиков. Скажем так, лично мое мнение, 70% того, что тыкву я не получу сегодня, это буду не я. Это не самоуверенность. Тогда точно женщина не понимает, если я сегодня получу так, ну, как бы, так. Уйти с тыквой может любое. Возможно, даже это буду я. Не исключаю. Это возможность. Но не хотелось бы. Добрый вечер. Добрый. Да, я чувствую, становится жарко. Он даже сейчас. Я стоял и понимал, что, опа, а молодежь, они же вообще рабеют. Фил. Он выходил и уже понимал, что вот он сейчас потеряет сознание перед богиней. Понимаешь, он рухнет прям перед нашими ногами. Я его так по плечу. Я ей, парнишка, все хорошо, не ты. Скорее всего, я. Ну, нормально, останься. Он так сборился. Нормально, окей, окей, все здорово. Меня смутил сегодня момент один. Это мои друзья, это Марина. Ты меня целуешь? Тебя нет. Да, хотелось бы. Ну, я думаю, что мы с ним разберемся. Да? Я думаю, да. В общем, какое-то у нас такое общение было с тобой странное. Почему-то с моим другом Андреем, да? Я потеряла полностью тебя. У вас произошел конфликт, и я пыталась найти твои глаза, пыталась с тобой разговаривать, пыталась уравновесить, чтобы мы все-таки общались, а тебя затронула эта тема. Ты переживал, сидел, нервничал до самого конца практически. Это так? Да, так и было. А почему? Я знаю, что это твой друг очень близкий, и мне важно, чтобы все у вас было хорошо. И я как бы переживал. Если не жить. Ну да, не жить, но все же. Ну, в общем, мы друг друга не поняли. И тебя это волнует? А ты все, что хотел, спросил у меня или... Нет, конечно. Почему? Я не сбила. Было плохое начало. И оно сбило? И оно меня сбило. У меня было мало общения, дважды мало. Поэтому... Мне нужен третий раз. Не тот задор пылки, да, что был раньше? Хей! Все впереди! Каналя, усы, бежлошадь. Все, я стал другим. И я понял, что нужно заходить тихо, спокойно, как мышка, и превращаться в Бэтмена. Я буду мышкой. Мышем. А вот с вами Паша. Еще в первый раз. Мне было достаточно общения. Я уже... Для себя я уже уходил один раз. Я уже ехал домой с чемоданом. Но я подумала, что я совершаю ошибку. Были факты о вас, которые очень смутили. Допустим, то, что вы принимали участие тоже в реалити-шоу. И это реалити-шоу касалось отношений. То есть поиграли там, пришли поиграть здесь. Я много думал, было много за и против. Взвесил все. Я все же здесь. Я хочу, чтобы мы были вместе. Можно и так сказать. Надо. Ну, сейчас я почувствовал в себе некое другое состояние. Чего я не испытывал там. За один день? Ну, можно и сказать так. А что ты почувствовал? Ну, этого достаточно. Что именно? Волнение в себе. Волнение от событий или от меня? От вас. Я тебе не верю. Ты солнцем вчерашний, который мне пророчит. Очень жаль. Ты сверх зимы прошедшие. Одно расставил я тебе не верю. Ты солнце утонувшее. В воде холодных тебе не верю. Спасибо большое. Все дачи. Всего будет хорошо. Тебе не нравятся блондины? Нет, мне без разницы. Встретимся на курсах барабана. Обязательно. В столовой. Обязательно. Паша уже дважды с горбузом. И по итогу у него два горбуза, а у меня заочный один. С новашка что-то пошло не так. Я скажу так. Впервые мое волнение, которое присутствовало, это была полная натура. Это очень интересно. Я открыл в себе что-то новое в какой-то такой ситуации. И так, как показалось Алине, что я на самом деле угу. Ну, что тут поделаешь? А всех остальных я увижу во Львове. Спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. Где-где? В фургоне? В Львове. Мне послышалось в фургоне. А где во Львове? Ставь-ка, в фургоне. Я уже перепугался. Ладно, едем во Львову. Кстати, во Львове не был, прикинь, ни разу. Может, во Львове, где получится получить свидание? Если во Львове я не исправлюсь, Одесса, мама, жди домой родного сына. Мне придется находиться в обществе людей, которые у меня, допустим, не совсем приятные. С людьми, которые, по-моему, не идут вперед, а тянут всех назад. Он просто не понимает. Он поймет это попозже чуть-чуть. Когда не будет этого всего. Ходит сейчас, выебывается, отвечаю. Он, да выебывается, что ему вечером сломают голову, там, и все. Ему будет очень плохо. Я говорю сейчас на полном серьезе. Это предупреждение, угроза. Это все, что хотите. Это должно быть наказано. Хотел бы быть в обществе Алины, а не в обществе дегенератов, честно. Я просто хочу, сука, убить чуваков, и все, понимаешь. Они меня бесят. Продолжение следует... Я так безумно рад тебя видеть, на самом деле. Я? Честно. Вроде все хорошо. Роза, гитара, маслов. Но что-то тут где-то я чувствую, что где-то подвох. Почему ты здесь? Я просто хотел с тобой поговорить. Сказать, что иногда в этой жизни некоторые вещи бывают сильнее, чем мы. Мне обидно это говорить, но мне нужно просто уйти. В смысле?